А теперь давайте улыбимся нашим гостям. Методическое объединение воспитателей Камрадского района прошло в детском саду Ивушка. Аттестацию на подтверждение второй дидактической степени защитила воспитатель второй младшей группы Капитошки Ирина Васильевна Кружка. В путешествие по деревне отправились дети вместе с воспитателем. ПО РАБОДИМУ ЧИТРА И ЛЕГКО В деревне они познакомились с домашними птицами, упражнялись звукоподражания и закрепили приобретенные знания. Дети усвоили понятия овощи и фрукты и классифицировали их по видам. Был сильный ветер и вырвал с грядки овощи и сорвал с деревья фрукты и все перемешал. Давайте мы положим на грядку овощи, а фрукты положим в корзину под дерево. Хорошо? Возьмите все. Подключение работы фантазии и воображения детей – задача первостепенная. Чтобы перейти с одного берега реки на другой, ребята построили мост и по очереди прошлись по нему. Знакомство с параметрами предметов стало занимательной частью занятия. Ребята сравнивали различные предметы по ширине и высоте. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, совершив сложнейшую для детского ума логическую операцию. Воспитанники второй младшей группы с этим заданием справились удачно. Чтобы немного различить детей и снять усталость, в программе занятия воспитатель провела физминутку в необычной форме – звериной зарядки. Для эффективности проведения занятия дети были подразделены на подгруппы. Каждое звено выполняло поставленную перед ними задачу, используя при этом нетрадиционные методы. Одни изготавливали из теста печенье для зверушек, другие дорисовывали животным недостающие детали, а третьи распределяли, кто и чем питается. Вторая младшая группа – это дети трехлетнего возраста. Заинтересовать этих детей – задача не из легких. На первом этапе занятия я, например, заинтересовала детей в том, что сказала, что мы с детьми поедем путешествовать на поезде. Детям это дало как бы настрой и доброжелательную обстановку, хорошее настроение. Она во втором этапе занятия с интересом решала проблемные ситуации. Это использовала методы повышения познавательной активности, спрашивая, например, ребенка и детей, где можно было сравнивать, какая узкая, широкая или же высота высокий, низкий. Профессиональный подход воспитателя к организации занятия отметила директор детсада Ивушка. Ирина Васильевна Кружка работает у нас очень давно. У нее старше 32 года. Работала она в разных группах. В этом году она начала работу во второй младшей группе. Это новая группа. В этом году мы этих деток набрали. Детки еще, можно сказать, адаптацию проходят. Своё мнение о проведенном занятии высказали и воспитатели детсадов района, приехавшие в Авдорму. В общем, могу сказать, что занятие было интересно. Мне понравилось и музыкальное оснащение, и работа. Дети занимались разными видами деятельности. Занятие у меня была окружающая среда, очень хорошая, развитая. Был плавный переход от обоих этапов к другому. Были на занятии интерактивные методы. Дети хорошо работали, отвечали на вопросы. Взаимодействие воспитателя с детьми очень было хорошее. Воспитатели с детьми, детей с воспитателем. Молодцы, все они умеют, знают. Дай Бог вам здоровья, детям, чтобы было все так хорошо, прекрасно, как сегодня. И молодцы. Использование современных технологий отмечено как положительное отличие в процессе занятия. Мы сегодня видели, что дети у вас активны, творческие, что они у вас разговаривают, они у вас много знают. Они у вас обладают определенным запасом знаний уже на данном возрастном этапе. Что, кстати, меня удивило, потому что обычно начало года, обычно они не говорят. Мы сегодня, когда смотрели данные занятия, мы понимали, что, наверное, именно благодаря тому, что ваша сплоченность в коллективе, ваше трудолюбие, ваша фантазия, ваше творчество и способствовали тому, чтобы мы сегодня посмотрели занятия на таком высоком уровне. Во-первых, конечно же, оснащение. Благодаря вот этому вот чудесному оснащению, мы сейчас их называем ТСО, технические средства обучения, благодаря этому, конечно, дети были вовлечены, дети были активны. Непосредственность детей и высокий уровень проведения занятия отметила и коллега Ирины Васильевны. Воспитатель заранее всё приготовила, придумала такое занятие, что всё, что было ей надо, всё было у неё под рукой. Был тон воспитателя спокойный. С детьми она очень имела хороший контакт на уровне воспитателя. Дети её понимали, слушали, видели. Она детей не оставляла незамеченными тоже. Им всё интересно, им хочется заранее что-то опередить воспитателя, что-то потрогать, пощупать. Но в основном занятие прошло очень интересным, красивым. Несмотря на свой маленький возраст, дети проявляли активность и продемонстрировали знания, приобретённые в процессе учебного года. Прохождение аттестации для воспитателя – это приобретение опыта и профессионализма. Всё, едем в группу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Сёмкин? Продолжение следует...